Венозная кровь здорового человека, как известно, движется снизу вверх, от ног к сердцу. Но иногда путь доставщикам необходимых организму элементов может преградить сгусток клеток ремонтников – тромбоцитов. Обычно именно они помогают остановить кровь при повреждении на теле. Но если в организме их особенно много, может возникнуть опасное заболевание – тромбоз. В первую очередь это уже осложнение каких-то заболеваний. В группу риска входят какие пациенты? Это онкологические, пациенты с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми, пациентами с травмами, с повреждением костных структур. Пациентов, которые в анамнезе, у кого-то из родственников были тромбозы, малоподвижные пациенты. Подверженных заболеванию много, но основная профилактика для всех одна – больше двигаться и периодически проходить диспансеризацию. Особенно важно обращать внимание на здоровье в условиях пандемии. У третьих пациентов, перенесших ковид-19, наблюдают тромбозы. Последний год количество тромбозов увеличивалось. Это, несомненно, связано с реакцией организма на вирус. Во Всемирный день борьбы с тромбозом медики призывают внимательнее отнестись к этому заболеванию. Ведь именно эти, казалось бы, незаметные сгустки крови, оторвавшись от стенок сосудов, несут инсульт, тромбоэмболию и инфаркт. Нужно предупреждать, нежели чем лечить уже острое состояние. Потому что острое состояние, понятно, у всех по-разному протекает. Там уже это длительное лечение, там полгода, может и больше, постоянное наблюдение. То есть, чтобы этого не было, вот в период того же коронавируса, да, должно быть в острой стадии назначение, там, несомненно, пероральных антикоагулянтов. И, соответственно, наблюдение там за реологией крови. Пообщавшись с врачом, мы решили сменить тесный кабинет на просторную улицу и поговорить с нашими жителями, знают ли они, что такое тромбоз. У меня была операция на сердце, мне обязательно проверяли вены. И в прошлом году переболела ковидом. Это обязательно проверяется. Тромбоз – это, конечно, страшное дело. Нужно обязательно, обязательно проверяться. Нужно обязательно посещать поликлинику. Так что это необходимо. Среди родственников такое заболевание присутствовало. Очень хорошо, что наше здравоохранение, конкретно районные наши врачи, проводят очень большую информационную работу по профилактике данного заболевания. Я лично сама сейчас проходила диспансеризацию. Подобная осведомленность не может не радовать, как и то, что встретившиеся нам видновчане внимательно к своему здоровью не только сегодня, а каждый день. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.